Так, прошу. Слово в судебных трениях предоставляется защитникам подсудимого Байжанова Абылова. Прошу. Уважаемый суд, уважаемые присяжные, я хотела воспользоваться своим правом и сказать вот свое слово, свое отношение вот к этому процессу. И я с глубоким сожалению, не только я, наша семья, в отдых приносим глубочайшие извинения вот за это трагическое то, что случилось. Извинения родным, близким, матери, отцу, сестрам, племянникам всем. Всевышний уготовил нам такой вот очень... Всевышний уготовил нашей семье и семье Салтанат огромное испытание. Салтанат умерла, и это невосполнимая утрата для родителей, для нас, для Куандыка. И каждый день мы молимся за Салтанат. Я, как мать, молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией... Микрофон, защитник, микрофон ближе или погромче? Вас не слышно на записи. Как мать, я молюсь за своего сына. Он совершил поступок, который стал трагедией для нашей семьи и семьи Салтанат. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека. И это страшно, невыносимая боль для меня, моего мужа, для нас и для всех наших родных. Решение, которое примет суд и суд присяжных, мой сын понесет со смирением и раскаянием. Хуандык заслужил наказание, но он заслужил наказание, соизмеримое тому, что он сделал. В своем выступлении адвокаты потерпевшей стороны дали негативную характеристику моему сыну. И я считаю, что это было давлением на присяжных. Кроме того, адвокат потерпевшей стороны, он назвал моего сына паразитом общества. Назвал его человеком старого Казахстана, что именно мой сын должен понести наказание за всех чиновников, которые правили Казахстаном более 30 лет. Уважаемые присяжные, уважаемый суд, Согласно вчерашним прениям, сторона потерпевших напрямую призывала, убеждала преподать урок тем, кто смотрит этот процесс и для всей элиты Казахстана. То есть сторона потерпевшего призывала судить не по справедливости и объективности, а чтобы преподать урок старому Казахстану, тем самым возлагая на вас не только судебную, но и пропагандистскую, и политическую функцию. Сегодня я прошу, вот суд прошу, уважаемый суд, присяжных заседателей, прошу только об одном – не переносить все грехи и беды общества на одного человека, на моего сына Куандыка. Да, он не прав, он совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьей. Его должны судить, вот суд присяжных и уважаемый судья. Я прошу справедливости и милосердия для своего сына. Как мать, я потерпела в фиаско полное поражение в своем родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чем были упущения воспитания с моей стороны. Мы его воспитывали в Куандыка лучших традициях казахской семьи. У нас была большая дружная семья. В одном доме жило нас пять поколений. Мы с уважением относились к старшему поколению, с любовью и заботой к бабушкам, мамам, к снохам. И мои дети, они не видели насилия в нашей семье. Куандык вырос в доброте, в любви и заботе. Он наш долгожданный сын. И старались мы ему привить доброту, уважение, ответственность, чувство порядочности, честности и ответственности. Он всегда бережно и с любовью относился к своей младшей сестре. У них были очень хорошие отношения. Он всегда оберегал ее, любил ее. Но в их отношениях никогда не было таких слов, как слежка, контроль. Никогда не присутствовали в их отношениях. При этом они всегда могли рассчитывать на обоюдную поддержку. Он всегда старался помогать друзьям, соседям. Уже стал вполне самостоятельным и взрослым. Он помогал малоимущим семьям и нуждающимся. Куандык был хорошим сыном и заботливым отцом. Он очень любит своих детей. Я сегодня склоняюсь перед семьей Салтанат, перед всем обществом Казахстана и прошу прощения и милосердия. Я прошу прощения у всех матерей, у всех девушек и женщин за моего сына Куандыка. Простите и меня. Мне очень тяжело. Не было ни минуты, чтобы я не страдала со дня гибели Салтаната. Я прошу прощения в первую очередь у мамы Салтанат, отца и родных, которым мы причинили нестерпимую боль. Куандык – мой единственный сын. Я знаю, какая у него тяжелая, непростая судьба. На его долю выпало суровое и тяжелое испытание. Он испытал огромный стресс и несправедливость. Пережил в жизни взлет и падение. Предательство друзей, коллег. Предательство в семье, которые принесли ему боль, страдания и душевное разочарование. Поэтому Куандык хотел семейного счастья, покоя, уюта и детей. У нас тоже была большая надежда, что у него будет любящая, заботливая жена, вместе с которой они создадут крепкий семейный очаг. После пережитых жизненных трудностей он наконец стал улыбаться, был счастлив. Он любил Салтанат, и мы все это видели. Вся наша семья с радостью и любовью приняла Салтанат. Мы радовались их отношениям. Наконец-то мы радовались тому, что Куандык встретил своего любимого человека. У меня были очень хорошие отношения с Салтанатом. Мы много говорили, ходили, обсуждали, разговаривали. Я старалась, я во всем старалась поддерживать ее. И вот то, что я старалась внушить ее, обучить ее, или как-то передать свою женскую мудрость. Я ей все время говорила, что климат в семье зависит от женщины. Надо быть умной, доброй, не конфликтной. И тогда у тебя в семье будет все хорошо. Наш папа тоже очень хорошо принял Салтанат, тоже тепло относился к ней. Но на умышленное убийство он не совершал умышленного убийства. И он не должен за умышленное убийство нести наказание. Если бы у него было желание совершить и скрыть следы преступления, он бы прежде всего удалил бы все последние видео с галереи телефона. И если бы это было умышленное, любой человек элементарно не стал бы планировать это в центре города, в общественном месте, где очень много людей. Уважаемый суд и присяжные заседатели, ваша роль в этом судебном процессе неоценима. И я признательна вам за возможность высказаться перед вами. Я прошу вас, уважаемые присяжные, рассмотреть это дело с пониманием и справедливостью, не допуская предвзятости. Когда вы идете все в совещательную комнату и будете принимать решения в отношении моего сына, Хуанда Хабишимбаева, я прошу вас оценить только совершенные им действия и бездействия, не поддаваться давлению СМИ, пропаганде того, какой он был плохой и какие грехи якобы совершал до этого. Хуандах заслужил наказание за убийство по неосторожности, но он любил Салтанат и не имел подлого плана убить ее. Приступ ревности, отчаяния, алкоголь, гнев и нервное истощение привели его к этой трагедии. И я скорблю как женщина, как бабушка и как мать. Простите меня, пощадите моего сына Хуандаха, дайте ему хоть крошечную возможность на исправление. Прошу вас не ради себя, а ради его четверых детей. Проявить внимание и милосердие при вынесении приговора. Прошу учесть, что строя из детей его не достигли совершеннолетия. Тем более, что Хуандах действительно заботливый и любящий отец. Мы уже в возрасте, и мне бы очень хотелось, чтобы его дети не думали, что их отец умышленно убил любимого человека. Они должны знать, что отец потерял контроль над собой, ведь мой сын не имел намерения убивать. Я предстаю перед вами, как мать, чья боль и надежда связаны с судьбой моего сына Хуандаха. Каждое слово, которое я произношу, наполнено глубокими эмоциями и беспокойством за его будущее. Я благодарю суд за прозрачность его процесса, за безупречный порядок в суде. Благодарю за работу моих адвокатов и всех свидетелей, которые искренне дали показания. Я благодарю семью Салтанат за то, что, хоть и недолго, но мой сын был счастлив и познал с ним настоящую любовь и вдохновение. Я благодарю присяжных за терпение, за терпеливое присутствие в долгом и тяжелом судебном процессе. Благодарю за профессионализм судью Айжан Кульбаеву. С верой в справедливость и в беспристрастный суд я передаю судьбу своего суд сына в ваши руки. Спасибо. Спасибо.